Коронавирус – слово, которое теперь известно практически каждому. Пока средства массовой информации муссируют тему мировой пандемии, в России принимаются беспрецедентные меры по недопущению развития болезни на территории нашего государства. Напряженная системная работа ведется как на федеральном уровне, так и на уровне регионального руководства. Благодаря ряду принятых решений в Свердловской области ситуация с заболеваемостью, а главное – своевременным выявлением случаев коронавируса и профилактики его распространения. Вот что сказал губернатор Евгений Куйвашев, обращаясь к жителям региона. Мы делаем все, чтобы свести риски к минимуму. До 12 апреля в Свердловской области ограничено проведение мероприятий численностью более 50 человек. Мы вместе должны приложить все усилия к тому, чтобы ситуация на Среднем Урале оставалась стабильной. Это возможно при соблюдении нескольких условий. Первое. Жители региона после поездок в страны с зарегистрированным коронавирусом будут об этом самостоятельно сообщать медикам. При первой необходимости незамедлительно обращаться к врачам и соблюдать режим домашней изоляции. Особая ответственность лежит на работодателях, которым предстоит тщательно следить за здоровьем своих сотрудников. Общественное пространство и транспорт должны тщательно дезинфицироваться. Будут приняты и многие другие меры. Кроме того, я прошу медиков с повышенным вниманием относиться к пожилым уральцам, особо подверженным заболеваниям. По всем вопросам о новой коронавирусной инфекции можно и нужно обращаться на горячую линию по номеру 112. Уважаемые уральцы, не доверяйте непроверенной информации, не поддавайтесь панике, не тратьте семейный бюджет на покупку продуктов и медикаментов впрок, ведь никакой необходимости в этом нет. Ситуация и с заболеваемостью, и с поставками продовольствия и лекарств у нас стабильна. А главное, призываю вас соблюдать простые и надежные правила. Ограничивать контакты, проверять, проветривать помещение, мыть руки. Давайте беречь свое здоровье и здоровье своих близких. В Артемовском городском округе особого беспокойства, по крайней мере внешне, люди не испытывают. Однако, учитывая массу ложной информации, которая вбрасывается с самых разных ресурсов, мы решили напрямую узнать у артемовцев их мнение о ситуации. Конечно, все боятся. Ну, а вот такого вот мы в Артемовском не видим особой паники. Нет, паники нет. Никто же в Италию, в Китай не ездит. А вот какие-то все равно меры безопасности? Ну, грипп тоже... Руки мойте чаще. Ну, по-моему, ничего нету, и в Свердловске нету. Это больше разговоров, по-моему, тогда. А ну, так все равно какую-то профилактику делаете? Нет, ничего. Ну, руки-то, естественно, так моют. Да, не знаю, не слышала. Слышала, что в Свердловске уже есть, а у нас не слышала. Ну, а так все равно как-то оберегаетесь? Ну, конечно, руки мою. Каждый, как я прихожу из магазинов, так руки мою. Стараюсь не ходить в толпу. Я вчера приехал, вроде как бы нет пока что. Все работает. А откуда приехали? Из Екатеринбурга. А там что? А там ощущается. Там все закрыли просто. Университеты, садики, школы. Все закрыли. Ну, как считаете, это правильно? Ну, наверное, да. Потому что есть же люди, которые заболевают. Лучше поосторожнее быть. Я не знаю. Я лично не ощущаю. А вот так вот там показывают ролики, там пустые магазины. А, ну, только это показывают. Так это, по-моему, мнение каждого человека, допустим, как реагировать на это. Ну, а какие-то минимальные меры безопасности личного характера? А, личного? Да я в этот год вообще ничем еще не простывала. Не это. Чеснок, лук, блин. Руки моешь. На година все нормально. А так вот какие-то меры безопасности сами принимаете? Ну, сами тоже не принимаем. Как обычно. Обычно? А что у нас, как обычно? Живем, живем. Какие лекарства положены, ведь такие пьем. Все. Между тем, медики установили, что основная часть заражений происходит от прикосновения к поверхностям, которые являются частью общественного быта. Прилавки, кнопки банкоматов, поручни автобусов и так далее. В воздухе коронавирус из-за особенностей структуры способен разноситься лишь на расстоянии 2-3 метров. Поэтому тщательное мытье рук после посещения мест общественного пользования – одна из самых действенных и доступных профилактических мер. Кроме того, китайские специалисты, первые столкнувшиеся с пандемией, рекомендуют употреблять больше теплого и горячего питья. Дело в том, что коронавирус не является термостойким и погибает при температуре 26-27 градусов. Эта профилактическая мера не является панацеей, однако выполняет еще одну важную функцию. Она увлажняет слизистую оволочку горла и частицы вируса с большей вероятностью попадают через пищевод в желудок, где кислоты убивают их. Кстати, столь популярный чеснок медики в данном случае профилактической мерой не считают. Существует немало различных рекомендаций, как обезопасить себя от вируса, однако к ним необходимо относиться крайне осторожно. Распространение так называемых фейков достигло угрожающих показателей, призвано дестабилизировать ситуацию в обществе. Доверять следует лишь проверенной официальной информации о недосужим домыслам и откровенному вранью. При этом важно помнить, что в период пандемии активизировались разного рода мошенники, чьими жертвами становятся легковерные люди или те, кто не обладает достаточной информацией. Известно, что особую опасность коронавирус представляет для людей пожилого возраста, и эта категория населения сейчас нуждается в дополнительном внимании, поддержке и помощи, которые мы можем им оказать в повседневной жизни. Еще раз повторим, главное не поддаваться панике, но при этом не преуменьшать опасности коронавируса, следовать рекомендациям настоящих медиков и соблюдать установленные властями правила.